23 ноября на базе школы номер 2 имени Героя Советского Союза Назарова города Каспийска в станции юных натуралистов состоялся ежегодный экологический диктант, в котором приняли участие учителя и ученики образовательных учреждений города. Подобный диктант в муниципалитете проходит уже пятый раз, и с каждым годом интерес к этому только растет. Мы три года назад присоединились, и с тех пор каждый год проводим онлайн-плошадку, организуем для всех школ города. Дети приходят, отвечают на вопросы, получают свои сертификаты. Кто-то сертификаты, а кто-то сертификаты с высокими баллами. Там получают дипломы первой степени, второй степени, третьей степени. Принять участие в экодиктанте может любой желающий в онлайн- и оффлайн-форматах. Он состоит из двух категорий – для подростков от 12 до 18 лет и для лиц старше. Всего на написание экодиктанта выделяется 45 минут. После участники сдают работы и ждут результатов в течение месяца. Педагог дополнительного образования станции юных натуралистов города Каспийска Раиса Адбагомаева рассказала об основных целях проведения экодиктанта. Каждый год мы собираемся вместе, чтобы углубить наши знания о живой природе и ее защите. Цели экодиктанта остаются неизменными. Это повышение уровня экологической грамотности детей и взрослых, формирование системных знаний в сфере экологии, совершенствование уровня экологической культуры в нашей стране. Участники, набравшие более 15 баллов, получают диплом победителя установленного образца. От 16 до 19 баллов диплом третьей степени, от 20 до 22 – второй. Человек, получивший более 22 баллов, становится победителем первой степени.